Друзья, мы сейчас находимся на самом главном событии года не только в Германии, но и в Европе, на рождественской ярмарке. Пойдемте прогуляемся по ярмарке, посмотрим, что здесь вообще происходит и самое главное, как это все выглядит здесь в Германии. Ярмарки сейчас проходят по многим городам Германии и по многим городам других стран Европы тоже. И проходят они с середины ноября и будут длиться до середины аж января следующего года. Если, конечно, корона никакие планы не наружит. Вообще, я слышала такое, что в Баварии, в Германии уже ввели чрезвычайное положение и ярмарки сейчас там все запретили. И уходят слухи, что и в Дюссельдорфе тоже скоро запретят, чуть ли уже не на следующей неделе. Поэтому сейчас на Дюссельдорфской ярмарке, открытие которой состоялось вчера, народу очень много, все хотят успеть посетить это событие. И поэтому здесь вообще не протолкнуться. Здесь сейчас на входе действует правило 2G, то есть пускают только привитых с QR-кодом, либо переболевших ковидом. То есть тест на ковид для входа в ярмарку не работает. Хотя, если быть честной, нас никто не проверял вообще. Мы просто спокойно зашли и все. Также здесь можно ходить только в масках. Честно, люди и без масок. Тут достаточно хорошо ходят, я скажу. И плюс соблюдать дистанцию полтора метра, которую тоже здесь мало кто соблюдает. Поэтому вот так. Это ярмарки в Дюссельдорфе прямо в нескольких местах. Много где стоят вот такие единичные даже палатки и продают глинтвейн и всякие сладости. Сейчас мы находимся еще на одной такой ярмарке, которая проходит в центре города. Здесь даже каруселька стоит. КОНЕЦ 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 цены здесь конечно 5 евро за одну такую штучку орешки три с половиной евро за 100 грамм игрушки мягкие почти 18 евро цены ценами ну как тут удержаться от того чтобы что-нибудь не купить такое все рождественская красивенькая класс это большой тапок для обеих ног 15 евро такой стоит пледики мягкие офигенно хочу такой пледик